а ну знакомься что ты у нас девочка вот по моему 10 дней еще нету такие крупные разбирки ну шо ты туда хочешь покажи вот они сейчас начнут атаку отчеты туда пошли до мамы от носу пошли пошли до мамы пойдем друзья вот минус 24 окно от это открыто ну видно он и здесь вытяжка тянет тоже хорошо и сзади есть но я ее закрыл то есть окна хватает и в этом сарае жарко он получается из газоблока толщина стены 20 сантиметров и потолок утеплен пенопластом пенопласт витроизоляция и его из бишка и все на сверху профиль и тут а ташкент он то открыто здесь открыто вода не замерзает трубочки эти не заметают как в том сарае что-то хорошо я даже парочка там туда лампу не вешаю уже потому что здесь ташкент это дверь открыл двери металлические не утеплены все хотел утеплить но так и не утепляю и вот в этом сарай ташкент ничего не скажешь потому вот теплый самое главное и все и во всем сарае тепло и кто-то много этих 10 штук насускать там маленьких ячищу скачу скипший скачу скутих там а маска тут нормально хорошо хохохохохохохохохохохохох кчу скачу 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 кчу скачу 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 короче по этим поросятам именно по петрэн ним у нас уже было 4 месяца С шестнадцатого числа Asian короче вот эти поросята на данный момент съели получается 1200, ну короче где-то тысячу уже 1350 килограмм на 10, делим на 10 по 135 килограмм каждый поросенок, вот каждый из них на каждую голову пошло по 135 килограмм, но это я взял грубо, я точно не помню, там 1200, ну короче 1300, но я уже беру грубо, так как кормушка пустая, и сейчас мне надо насыпать, вот грубо говоря 135 килограмм пошло на одну голову, 135 килограмм на данный момент, им было 4 месяца, пошел 5 месяц, уже 17 января пошел 5. Вон, вон, вон... Прохода не приезжай Вот так, погнали А ну, а ты? Опа-опа! Места уже мало, они крупные. Места не хватает, их уже немного, 9 штук, места уже не хватает, крупные всего. Когда они уже крупные, не страшно, когда она там прыгает, она знает. А ну, давай-давай! Давай-давай-давай! Опа-опа! Опа-опа! бедная маманька на место уже не хватает и вот спрашиваете сколько у них примерно веса я даже ну приблизительно не знаю но взять его взвесить я не возьму да и нереально его поднять поэтому на вас я не знаю сколько килограмм ну килограмм я думаю плюс-минус ну если допустим вот так вот этот вариант вот этот килограмм наверно до 80 вот это тоже где-то 80 вот уже крупный ну я думаю где-то если я не ошибаюсь где-то до 80 это до 80 килограмма съем 135 килограмм может чуть меньше у них килограмма то есть это так нагласно обманчиваем они ж тяжелые это мясные они тяжелее чем обычно но я думаю все равно когда уже закончим подсчитывать корма когда уже точно выясним что все уже кормить хватит у них уже там примеру по 135 по 140 может 150 килограмм будем наблюдать и остановим счет кормов и узнаем сколько возьмем отсюда одного на мясо пустим ввесим точно на весах и узнаем сколько пошел корма на одного но судя по тому что я наблюдаю я думаю будет не сильно много ну а там посмотрим может они сейчас притупляться в воздух и начнут приостановить ну а там наблюдать будем будем наблюдать будем записывать поэтому какой что есть то есть они холодные когда им насыпят я думаю сейчас видео до сниму и пойду мешать не буду им давать дам им форма и опять же запишу дизелек работает машка качает потихоньку листы внутри я все считал еще не потратил даже 100 тысяч гривен это вместе с бойней это бойню я покупал брус на крышу и он пошел на бойню единственное что я на бойню докупил это двухметровые листы коричневые на крышу на крышу и он на заднюю стену а так все пошло с этой крыши на бойню хватило материала ну посмотрим сколько выйдет мне полностью я вам потом скажу выйдет 150 скажу 150 но я думаю 150 навряд ли потянет но а там посмотрим по факту сколько будет сколько и будет сколько будет сколько и покажу не какая разница я по счету виду спрашивают сколько уже вложено уже вложено по моему там что-то до 90 тысяч это с металлом который я покупал вот этот и те трубы которые там лежат у меня на внутрянку так что уходим отсюда пускай они а здесь у меня другая ситуация вот они только с прогулки пришли захотелось им покушать и вот здесь у меня вот вода не замерзает и поилка тоже рабочий а здесь вода канистры не замерзает и здесь не замерзает а промерзает вот именно вот эта часть самой шланги из двери и так понимаю тянет мороз и вот это где тонко грубо говоря промерзает это уже я третий раз вот таким образом прогреваю сейчас когда прогрею когда прогрею вода потечет найду какой-то брезент или покрывала и повешу внутри покрывала потому что это уже не впервые в конец и не замерзает нигде именно от это сам участок самой шланги замерзать так он где-то поцарапался уже один это на прогулке стопуду ну нормально так царапнулся надо посмотреть где он там мог поцарапаться я им уже сегодня начал стелить солому думаю что теплее было вот это сарай в котором текст продержал лет 15 свиней старый сарай и потолок тут а грубо говоря одна доска ну дубовая доска и все больше ничего сверху нет ни утеплителя не опилок ничего и вот результат это единственный сарай в котором холодно все другие старали я бы сказал очень даже теплые что приходится даже скрывать или окна или двери или форточку а этот именно сарай так он сделаны из ракушки и кирпича то есть стены теплые двойные кирпич красный и ракушка потолка нету и всего вечный геморрой стараем крышка нет уже уже было так а тут где-то царапнулся надо посмотреть где именно где он этот гвоздь нашел обойти весь летний выгул весь вольер и узнать где вот так мог поцарапаться и загнуть его или вытянуть вот кормушка на 6 грубо говоря уже на 6 было на 7 уже на 6 они просто шут прогулки накинулись я только насыпал килограмм 45 сейчас понаедаются походят первые но самое главное что клопа там он она под стенка там забита и она там вот такое бывает поэтому так вот и размораживаем шмалит этот фен очень хорошо температура руку не удержишь до без воды ни туды ни туды без воды ни туды ни туды нашел вот такой йод больше ничего нету где-то был у меня спрей специальный не могу найти где я удел хотя бы йодом шейкнув кому на рану налью йодом а то рана получается все равно такая серьезная вот наверняка уже это царапнул где-то был специальный спрей не могу спрашивали у меня сколько эти уже съели этих я не засекал сколько они уже съели им я когда ношу я не записываю то есть я им через греца смешаю но не записываю сколько они уже съели поэтому этих не знаю мы пока тех ведем что он петренов там уже там уже там уже там уже